Ваши деньги Как за каменной стеной Саров Бизнес Банк Стабильный Благополучный банк Увеличение финансирования футбольного клуба Саров в конце прошлого года поддержал и социальный комитет и фракции «Единая Россия». Сегодня в бюджете на этих спортсменов заложено 2,5 миллиона рублей. Для того, чтобы команды «Основная» и «Дубль» функционировали без сбоев, необходим еще миллион. В сегодняшней смете клуба не предусмотрены траты на приобретение мячей и бутс, на информационное сопровождение, медицинское обслуживание и организацию матчей. Три месяца работаем уже. У нас нет ни одного мяча мы не приобрели, ни одной пары бутс. Я попросил ребят, две команды у нас, 44 человека, «Основой» и «Дубль». Я попросил ребят, они покупают сейчас на свои деньги. Ну, как бы взял под свою ответственность, что эти деньги вернутся. То есть сейчас мы существуем без копейки и без определенности. Смету представители футбольного клуба направили в департамент финансов. И, как пояснила его директор Любовь Маркова, к рассмотрению документов там пока не приступали. Будет ли увеличено финансирование саровского футбола, покажет ближайшая корректировка бюджета. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. На нем пресеклась 300-летняя история правления дома Романовых. Одни называют его кровавым, другие говорят, что он был одним из лучших правителей России. Но с тем, что царствование Николая II ознаменовано мощным экономическим развитием России, сложно поспорить. Система участковых больниц, земской участковой больницы и участкового врача, она была разработана в 1908-1910 годах. Развитие электричества, развитие электрификации России, это тоже 1911 год. Начало строительства крупнейших гидроэлектростанций. Петр Мультатуля – российский публицист, историк и автор книг и статей о правлении императора Николая II. А еще он правнук Ивана Харитонова, человека, работавшего на государе, и которого большевики расстреляли вместе с царской семьей. Поэтому к изучению истории этой династии Петр относится с особым трепетом. И очень категоричен к версиям, что кто-то из Романовых мог выжить. Вот эти шизобриноидные высказывания о том, что кто-то выжил, Сталин был двоюродным братом. Я вам скажу так, сначала это все было серьезно. Это началось уже в 1919 году, даже в 1918 году, как только белые вошли в Екатеринбург. Был такой начальник уголовного розыска, там, Кирста Александр Федорович, который занимался непонятной работой, он все время находил где-то царскую семью. И с этим сбивал следствие, но вместо того, чтобы заниматься расследованием Ипатистского дома, оно должно было проверять его версии, что они в Перми, потом еще где-то. По мнению Петра, это было сделано сторонниками большевиков, чтобы показать, что на самом деле они не такие жестокие. Что касается царского золота, здесь историк тоже придерживается конкретной версии. В царе никаких денег не было. Никаких денег, он все свои деньги, там были какие-то копейки, буквально в смысле слова копейки, все свои деньги Николай II перевел на нужды армии, госпиталей, у него ничего нету там. В этом году православный мир отмечает 150 лет со дня рождения Николая II и 100 лет со дня гибели царской семьи. Торжества, приуроченные к этим датам, обязательно пройдут и в нашем городе, и в Дивееве. Мария Ирунч, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. На встречу пригласили собственников торговых центров города, депутатов, представителей прокуратуры и, конечно, сотрудников пожарного надзора, которые напомнили всем присутствующим, с чего начинается соблюдение требований пожарной безопасности и как важно, чтобы системы оповещения всегда были в рабочем состоянии. Все эти системы предназначены для выполнения своей функции 5-10 минут, буквально, потому что потом наступает воздействие на человека опасных факторов пожара. Высокая температура, продукты, токсичность, выделяемая от продуктов горения, задымление. И этих 10 минут уже хватит на то, чтобы в случае возгорания спасти несколько десятков жизней. В 2015 году в нашей стране появился закон о введении надзорных каникул. Таким образом, был установлен трехлетний запрет на проведение органами государственного и муниципального контроля плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса. И из-за этого Кемеровский торгово-развлекательный центр «Зимняя Вишня» не проверялся пожарным надзором, и системы оповещения были отключены. Но сровчанам беспокоиться не о чем. Владельцы наших торговых центров сами проявляют инициативу и обращаются к пожарным. Буквально все представители данной категории объектов не так рано обращались в наш адрес о проведении или о показании каких-либо консультаций на предмет соблюдения требований пожарной безопасности на том или ином этапе, либо на этапе проектирования, либо на этапе эксплуатации. Здание «Зимняя Вишня» было построено в 1968 году под шоколадную фабрику. Соответственные нормативы другие и материалы. Современные здания торговых центров возводятся по новым правилам, и проблемы с эвакуацией при пожаре сведены к нулю. Торговые центры технически пожарные снищены гораздо лучше, чем другие здания. И я бы их в такую зону риска не отнес. Мне кажется, здесь главный факт не технический, а человеческий. Самые главные и ключевые – это первоначальные действия как сотрудников пожарно-охрана, прибывших к месту вызова, ну и самое первое – это первоначальные действия обслуживающих персонала. Чтобы трагедия в Кемерово не повторилась в нашем городе, владельцы торговых центров предложили представителям МЧС периодически проводить совместные тренировки или учения. И при этом делать это не только с сотрудниками магазинов. У муниципалитета зданий тоже много, и там проблем с эвакуацией еще, я думаю, больше, чем в торговых центрах, ну, надо честно сказать, в старых зданиях муниципальных. Ну, это просто надо честно сказать. И именно вот эти вопросы, которые выводить в муниципальные здания, их надо тоже выводить, потому что там и дети занимаются, там и взрослые занимаются, и вечером. Там есть такие коридоры, там ни указательного, ничего нет вообще. Несмотря на то, что в нашем городе проверки мест массового скопления людей проводятся соответствующими органами регулярно, а современное оснащение торговых центров сводит риск пожара к нулю, все предложения по улучшению пожарной безопасности нашли положительный отклик у присутствующих. Мария Ируинч, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Наши гаражи могут снести. С этой мыслью владельцы недвижимости, расположенной на улице Силкино, живут с осени 2017 года, когда появилась первая информация о строительстве в старом районе новой детской поликлиники. Ее появление подразумевает и прокладку новых дорог, которые, предположительно, появятся на месте гаражной линии. В некоторых средствах массовой информации появились схемы, какие гаражи могут попасть под снос, но вот официальной информации, что будет с их недвижимостью, жителям пока не дают. Единственное, что известно точно, за снесенный гараж владелец получит денежную компенсацию или новый, но в другом месте. У них предварительные планы есть, которые они нам пока не озвучивают, но уже даже в газетах появляются. Но официального разговора еще не было. Это будет еще одни слушания. Через какое-то время они их назначат, видимо, после того, когда уже нужно будет перед фактом поставить, что деваться некуда, поликлиника есть, поэтому придется сносить. Хорошо, вы снесете сейчас гаражи, а мне как снова вот, как бы рядом с домом здесь, мне там, где-то вон там, куда они нас загоняют, ну зачем он мне нужен? Тут с правами крутят, вертят, мы не знаем, как они решат. Обязательно владельцы гаражей обратятся в прокуратуру. Понять, что на самом деле будет с их имуществом, жители пытались на прошедших публичных слушаниях, но четких ответов не получили. По словам авторов проекта, эти темы рассмотрят позже, на других слушаниях. И жители искренне надеются, что в этот раз им сообщат об их проведении и к их мнению отнесутся с уважением. Была какая-то такая скрытая информация, прошла незамеченной, и, конечно, люди возмущались. Никто ничего не согласовывал. Случайно мы просто узнали, что вот такая ситуация будет. И ходили в администрацию, мы свое делали. Мы высказали свое мнение там. Безобразно были слушания, организованы. Во-первых, нам показали такой проект, где наш дом, мы его еле на карте нашли, пока уже конкретно не попросили их показать нам, где же находится наш дом и где поликлиника. У нас совершенно непригодный профессиональный архитектор. Я ему сказал, слушайте, как же вы так можете? Ни плана, ни чего. Это совершенно наплевательское отношение администрации. Я хочу сказать, что вот на слушаниях, я был очень близко к двери, вытолкали нас просто-напросто. Там женщина, не знаю фамилию, вся красная, закрывала вот так, вот так отталкивала. Нас возмущает тот факт, что решения судьбоносные по застройке города поручено таким молодым и неопытным кадрам. У меня вот градостроительному департаменту вопрос, когда вы вот так вот планируете жизнь дальнейшую, ну как-то надо все равно, меня-то что, вот не надо спросить. Взяли дорогу нарисовали и вот вы теперь лишнее подвинетесь. Я пока не вижу, чтобы вот как-то власти с нами какой-то диалог вели и выясняли, что мы хотим. Кстати, был нарушен тоже вот закон о публичных слушаниях, он имеет место быть в нашей стране. В результате этих публичных слушаний должны были выпущены быть протоколы за подписями присутствующих комиссий и руководителей, где было высказано, вернее обнародовано вот этот наш протест. Было собрано 47 подписей и владельцы гаражей, и жителей этих вот опасных домов. И этот протокол не выпущен, тогда как в газете были искажены факты, что якобы все на ура прошли слушание с общим одобрением. О том, что детская поликлиника в старом районе нужна, жители не спорят. Просто считают, что место для строительства выбрано не самое удачное. Во-первых, ее появление кардинально изменит их привычный образ жизни. Ну а во-вторых, как считают горожане, проектировщики при выборе места по строительству не учли все особенности этого района. Здесь она в принципе не нужна, поликлиника в лесу, у 21-й площадки. Это кто-то додумался, у 21-й площадки. Кроме того, не проведены геологические исследования. Генплан сейчас утвердят, деньги выделят, а геологические исследования будут давать отрицательный результат. Что они будут делать с этими, так сказать, намеченными планами? Я даже не как владелец гаражей, я как простой горожанин. Прикидываю и думаю, это сколько мы сейчас должны из бюджета города ввали денег, чтобы с этими гаражами развалануться, эту дорогу сюда построить. Не лучше ли разместить где-то ее там, где не требуется такого вот денежных вливаний и ущерб людям такой не будет наноситься. Все волнующие гаражан проблемы были озвучены именно на публичных слушаниях. Комиссия все рассмотрела и на каждую дала свой ответ. Санитарная зона 21 площадки не выходит за пределы территории. Вопрос с водоотводом будет решен при проведении геологических изысканий. А судьбу парковок и гаражей решат на других слушаниях. Одно могут сказать точно – поликлиники в этом месте все равно быть. Информации о том, когда будут проведены слушания, на которых прояснится дальнейшая судьба гаражей, в администрации нам пока не предоставили. Остается надеяться, что мероприятие заблаговременно оповестят всех заинтересованных лиц. Мария Руинч, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. Саров 24. Алине Пешехоновой настолько понравилось заниматься исследовательской работой, что она уже второй раз участвует в конференции. В прошлом году термос, который она сделала своими руками, принес ей первое место. В этот раз девочка решила взять более близкую для нее тему и представила жюри самодельных кукол. Но кукол особенных – берегинь или обрядовых. Обрядовые куклы делали для защиты ребенка. Какие-то куклы вешали на кровати ребенка, например, куватку, для того, чтобы она защищала ребенка от злых духов. Подготовка проекта «Пеленашка» и ее подружки заняла несколько месяцев. Вместе с мамой Алина изучала историю, берегинь, технику изготовления, искала материалы для кукол. Обо всем этом девочка и будет рассказывать на защите своей работы. В процессе изготовления о том, что это надо с тряпочками возиться, что их, оказывается, нет в магазине, вот как таковых лоскутков, что все это семейное богатство, история опять-таки. Цель конференции – развить у ребят навыки исследовательской деятельности и выявить талантливых школьников, чтобы в старших классах они смогли разрабатывать научные проекты более глубоко и масштабно. Критерии оценки работ на этой конференции были строгими. Умение раскрыть тему, показать ее практическую значимость, умение презентовать свой материал, сформулировать ответы на вопросы жюри, владение материалом. Ну, уникальность мы тоже смотрели на первом этапе. Юные исследователи представили на суд жюри проекты по разработке методических пособий для дошкольников, анализировали творчество художников и даже изучали молекулярную кухню. Елена Грицкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, СОРО-24. С дороги города сошел снег и обнажились ежегодные проблемы. Ямы глубиной 10-15 сантиметров. И вместо того, чтобы следить за сигналами светофора и знаками на дороге, водители вынуждены искать пути объезда. Ямочный ремонт в Сорове начался и ведется двумя способами. Первый – это когда поврежденный асфальт закладывают кирпичом, выравнивая края ямы. Второй способ – когда дефекты дорожного полотна заполняют смесью старого асфальта и битума из так называемого рециклера. Если есть возможность, температура более-менее близкая к нулю, то виброплита или вручную ногами через фанерку прихлопываем. Правда, сотрудники дорожного предприятия, в отличие от руководства, видимо, не в курсе, что уложенную смесь все же необходимо утрамбовывать. На наших глазах смесь заложили и поехали дальше. А вновь заделанную яму на углу улиц Курчатовой и Арзамасской за 15 минут проезжающие машины вновь вернули в привычное состояние. Ни ограждений, ни предупреждений на дороге установлено не было. И, как сказал нам представитель ДЭП, если яма опять появится, они приедут и снова будут ее латать. Дорога, ее не закроешь. Ну, хоть там, не знаю, раньше был там кордон, могли притоптать, еще что-то такое. Сейчас там просто обратно яма будет через сутки. Такой же глубины. Посмотрим. Будет, значит, будем переделывать. Каково сейчас состояние дорог в городе в общем и в целом? Я думаю, что плохое состояние. Плохое? Очень много ям. Чтобы содержать дороги города в удовлетворительном состоянии, ежегодно необходимо ремонтировать минимум 10% всего дорожного покрытия. В бюджете этого года заложено 7,5 миллионов. И это минимум в два раза меньше необходимой суммы. И пока финансирование ремонта не будет увеличено, автомобилистам каждую весну придется искать пути объезда на проезжей части. Кирилл Басенев, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Детское прикладное творчество Фестиваль проводится уже в 13-й раз. И в этом году его решили назвать «Сделай мир добрее». А все потому, что его темой стало волонтерство и добровольчество. В своих творческих работах ребята показали, что совершать добрые дела совершенно несложно и под силу каждому. Эта девочка помогает своим друзьям. Собачка, киска, крот и мышка. Она их спасает от дождя. Золотая рыбка, она исполняет желания детей. Земля с ручками. Я обозначаю, это я, ты, он, она, это много людей. Доктор Айболита. Это доктор такой, который лечит животных. Для малышей церемония награждения стала настоящим праздником. Коллективы Центра культуры «Досуга» подготовили для ребят веселые и зажигательные песни и танцы. Также всем участникам конкурса вручили памятные подарки и воздушные шары. Мария Ирунич, Владимир Ресенников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Я попрошу почтить муты памяти наших товарищей и тех безвынных людей, которые пострадали в городе Кемерово. Для нашего города Росгвардия имеет особое значение. Более 70 лет Саровской дивизии стоит на страже ядерного центра. От профессионализма военных зависит надежная защита особо важных государственных объектов. Неоднократно менялись названия и агриционно-штатная структура. Но всегда, даже в самые тяжелые дни, войска правопорядка с доблестью и честью выполняли и выполняют на них возложные задачи. В честь профессионального праздника почетными грамотами и медалями наградили офицеров, прапорщиков и сержантов. Представители городской думы, администрации и ядерного центра отметили высокий профессионализм военнослужащих и вручили памятные подарки. Поздравить вас с праздником, пожелать вам мирного неба, семейного благополучия, успехов в боевой подготовке, легких трудовых будней. Традиционно на торжество по случаю Дня войск национальной гвардии приглашают ветеранов военной службы. Игорь Владимирович Старченко всегда с особым чувством принимает приглашение на этот праздник. Это редкая возможность встретиться с однополчанами на территории родной дивизии и вспомнить годы службы. Я хотел бы от всей души пожелать своим боевым друзьям, ветеранам, военнослужащим, которые сейчас проходят службу, удачи, счастья, здоровья, успехов во всем. В завершении митинга военнослужащие продемонстрировали строевые приемы с оружием, а бойцы спецназа показали элементы рукопашного боя и мастерское владение боевым и холодным оружием. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. На следующий день после пожара, утром 26 марта, жители Кимерова организовали через дорогу от торгового центра «Зимняя вишня» мемориал погибшим. Уже к часу дня понедельника вокруг него стали собираться люди. Взрослые дети приходили почтить память тех, кто так и не смог выбраться из дыма и огня – друзей, родителей, детей. А сегодня там простились с жертвами пожара. Трагедия в Кимерове сплотила всю Россию, стала общей болью для жителей всех без исключения регионов от Калининграда до Владивостока. В знак солидарности с жителями Кимеровской области регионы России тоже начали объявлять дни трауры уже с понедельника. А 27 марта в десятках городов прошли митинги памяти жертв трагедии. Участники акции сооружали стихийные мемориалы. Зажигали свечи, приносили цветы и игрушки, выпускали в небо шары. Оставляли слова соболезнований тем, кто потерял своих родных. В Ростове-на-Дону организовали сбор средств, которые перечислят на расчетный счет помощи пострадавшим при пожаре. В Оренбургской области прошла единая минута молчания. Импровизированный мемориал памяти появился и в нашем городе. Десятки горожан приносят розы и гвоздики, машинки и кукол к площадке на лестнице «Миру мир». Не знаю, трудно об этом говорить, конечно. Это боль не только Кимерова, это личная боль, наверное, на каждого гражданина в нашей России. Потому что у всех детей есть, у всех есть друзья, знакомые, которые там были. Вообще хочется сказать слова вот такие людям, тем, которые там потеряли близких, помолиться за них, наверное, чтобы в силу, терпение было вот это все пережить. Поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто потерял своих близких. Напомнить о том, что я не один. Это самое, наверное, страшное, что бывает в жизни у любого человека в потере близких. Поэтому мы можем просто так надушно пройти. Саровчане приходят к мемориалу с вечера 27 марта. Взрослые дети, студенты и инженеры, учителя и водители. Многие приходят целыми семьями и в память о погибших зажигают свечи. Учитывая повальное увлечение детей и подростков социальными сетями, в этот раз особое внимание было уделено интернету и тому, как отвлечь ребенка от гаджетов. Также в рамках семинара представители надзорных служб напомнили всем, кто проведет этот лет работой с детьми, действующие нормы и познакомились с изменениями в законодательстве. Также педагоги школ города, учреждения дополнительного образования делятся своим педагогическим опытом, акцентируя внимание на текущие изменения в молодежной среде. Не только начальники и воспитатели лагерей, но и руководители кружков и технический персонал в течение недели посещали занятия. Лариса Ганева считает, что главная задача лекций и практикумов – сделать отдых детей в лагерях интересным и безопасным. Освежить в памяти основные вопросы, связанные с сохранением здоровья детей, с правильной организацией режима лагерного – это полезно. Завершит обучающие семинары аттестации педагогов по основным санитарно-гигиеническим правилам и оказанию первой медицинской помощи. У начальников лагерей срок действия аттестации составляет один год. У вожатых воспитателей, занятых с детьми в рамках лагеря – два года. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лесик, служба новостей, Саров-24. Вике Салтыковой всего пять лет. Но уже в столь юном возрасте она следит за успехами российских спортсменов. И, конечно, девочка не могла пропустить Олимпиаду в Пхенчхане. Больше всего ее впечатлили лыжники-трамплинисты. Их девочка и нарисовала для конкурса Олимпиады глазами детей. И в номинации «Незабываемые моменты» заняла третье место. Не, не сложно. Это просто моя фантазия работала. Я знала, что скоро конкурсы рисунков. Вот и захотела тебе такую картинку нарисовать. Это просто мой шедевр. И если для маленькой Вики конкурс стал дебютным, то для 15-летней Виктории Ивановой представлять свою работу на суд жюри не в новинку. Девушка уже принимала участие в подобных фестивалях и занимала на них призовые места. И в этот раз Виктория вновь вошла в тройку лучших. Я считаю, что третье место – это тоже хорошо. Ведь главное – участие, а не занятие какого-то определенного места. В конкурсе «Олимпиады глазами детей» приняли участие 135 ребят в возрасте от 4 до 18 лет. Перед жюри стояла непростая задача – определить победителей в четырех номинациях. Олимпийская символика Пхенчхана, «Я болею за Россию», «Незабываемые моменты Олимпиады» и «Рисуем всей семьей». Очень было сложно, потому что работы все великолепные. Когда мы разложили работы по номинациям, по возрастам, работы раскладывали и понимали, что мы сразу не можем даже выбрать лучшее. Потому что настолько великолепные и интересные были все работы. То есть все участники творчески подошли к этому процессу. Работы всех участников конкурса рисунков «Олимпиады глазами детей» можно будет увидеть уже в начале апреля на официальном сайте детско-янушеской спортивной школы «ИКАР». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, СОРО-24. Крайне удивлена. Я ведь всегда вам полностью доверяла. Разумеется, до сегодняшнего дня. Владимира Петрик – молодая и перспективная актриса. Выступать на сцене девушка начала еще в школе. Первую серьезную роль ей посчастливилось сыграть в пьесе «Женитьба Бальзаминова». Тогда девушка еще даже не представляла, что в будущем станет актрисой. Я вообще об этом никогда не думала. Я думала стать переводчиком. Я училась во французской гимназии. Я помню просто это ощущение – сердце, руки немы и смех в зале. Больше ничего не помню, но помню, что это было здорово. Закончив девять классов гимназии, девушка, не раздумывая, решила поступать в театральное училище. Выучив несколько басен, стихов и прос, она отправилась навстречу своей мечте. На вступительных экзаменах Владимира продемонстрировала комиссии свою артистичность, пластичность и исполнила песню. Самое главное – это быть собой. То есть на сцене нас учили жить, а не играть. Потому что многие студенты, они сразу любят изображать. Это намного легче, чем быть собой. Это самое сложное – на сцене открыться, открыться всем. Многие считают, что быть актером достаточно легко. Отыграл спектакль, а после тебя ждут цветы и поклонники. Но на самом деле у этой яркой творческой профессии есть и обратная сторона медали. «Сложность в том, что тебе говорят, что ты ничего не стоишь. Таких, как ты, миллион, а ты должен выходить на сцену и все равно доказывать, что ты имеешь право быть в этой профессии». И Владимира доказала, что достойна быть актрисой. Вот уже четыре года своей игрой на сцене она заставляет царовского зрителя задумываться над смыслом жизни и улыбаться простым вещам. Дмитрий Сёгин командует своим отрядом как настоящий генерал. В его подчинении молодые люди и девушки. И все они безукоризненно выполняют команды. Дмитрий признается, что руководить отрядом ему приходится впервые. И для него это большая ответственность. Огромная ответственность. Ответственность за свою команду, за свое отделение. То есть это нужно принимать решение, чтобы хорошо выступить, чтобы показать хороший результат. А вот капитан команды школы номер 11 Андрей Мазурин принимает участие в этих соревнованиях уже не в первый раз. Молодой человек играет зорницу с малых лет и считает, что проходить испытания и командовать отрядом – это его призвание. Самое сложное – отдавать команды. Во время строевого шага попадать больше в ногу. Для меня это, я считаю, сложно. А так мы подготовлены. Зорница в нашем городе проводится ежегодно. Главная цель – воспитание патриотизма и гражданственности. А также формирование у детей сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. Также военно-патриотическая игра позволяет развить у школьников умения и навыки, которые пригодятся им в экстремальных ситуациях. Здесь же, прежде всего, ребята показывают свою физическую подготовку. Каждая команда заинтересована в своих достижениях. Ну и в определенной степени это сплачивает коллектив. Юным армейцам предстояло пройти несколько этапов – физическая и военная подготовка, медицинская помощь, военно-историческая викторина и другие. Все команды были разделены на несколько возрастных категорий. По итогам победителями стали команды из школ номер 13, 11 и 10. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Последний полуфинальный матч с первых минут показал, что игроки обеих команд настроены на выход в финал. Борьба велась на высоких скоростях, но шайба летела мимо ворот. Так что в первом периоде ни одна команда не смогла распечатать ворота соперников. На перерыв игроки ушли со счетом 0-0. Первый период получился с конком. Пытались найти свою игру, не получилось. Моменты были, не получилось реализовать. Только к середине второго периода с разницей буквально в одну минуту отправили шайбы ворота соперников игроки Саров-Инвеста Сергей Калинин и Михаил Румынин. После чего хоккейный клуб «Кварц» взял перерыв, чтобы скорректировать игру. В конце второго периода еще один гол был реализован Константином Поляковым. «Кварц» смог ответить только одной шайбой. На второй период уже вышли, настроились, поговорили с командой друг с другом, чего нам не хватает. Сделали работу над ошибками, вышли на второй период, забили. В третьем периоде Саров-Инвест отстоял свое преимущество. Автором еще одного гола стал Михаил Малафеев. Пропущенная саровским вратарем шайба уже ничего не могла изменить. Итог игры 4-2. Саров-Инвест вышел в финал. По сегодняшней игре могу сказать, что у команды Сарова ребята более мастеровитые. Они побыстрее наших ребят. Я знаю, что они много тренируются, много готовятся. За звание чемпиона области Саров-Инвест сразится с хоккейным клубом Сеченова. Лидером первенства станет команда, одержавшая в финальной серии три победы. Первый матч пройдет уже в эти выходные 1 апреля. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.